Здравствуйте, уважаемые зрители канала! С вами Самогон Саныч. Но прежде чем перейти к вопросу, который обозначен в заголовке к данному видео, а это видео из серии КМБ самогонщика или самогоноварения для начинающих, я предложу вам пройти по ссылке в описании к данному видео и подписаться на мой телеграм-канал. Там будут выкладываться те рецепты настоек, наливок и других наших любимых домашних напитков, которые я не успеваю сделать на видео и которые, соответственно, не появляются на моем канале Самогон Саныч. Ссылочка на телеграм-канал в описании к данному видео. А теперь приступим непосредственно к вопросу, который стар как мир, как само самогоноварение. И многие начинающие самогонщики воспринимают самогоноварение достаточно серьезно и начинают осваивать методику домашнего самогоноварения. Среди них всегда появляется часть людей, эти люди, как правило, с наиболее таким пытливым умом. И они говорят, что а вот почему, интересно, две перегонки делаются? Ведь можно же сделать одну перегонку и можно всегда отсечь головы и хвосты во время первой перегонки, получить хороший самогон. Значит, я вас хочу огорчить, если вы относитесь к этой категории людей. Вы абсолютно не знаете методику самогоноварения. Бывалые самогонщики уже на этот вопрос давным-давно ответили. И на вопрос, можно ли получить хороший самогон с одной перегонки, ответ такой. Нет, никогда невозможно. Значит, давайте разберемся, почему. И я отвечу начинающим самогонщикам вот с таким пытливым умом. Дело в том, что вас, уважаемые, сбивает с понтолыки, я так понимаю, вот это слово перегонка. То есть, есть первая перегонка, есть вторая перегонка. И поскольку это обе перегонки, как бы автоматом в нашем мозгу рождается мысль, что и суть и того, и этого процесса одинаковая. Ну, перегонками же они названы. Значит, одна и та же суть процесса. Так вот, решительно нет. Дело в том, что первая перегонка, она кардинально отличается от второй перегонки. Первая перегонка решает одни вопросы, вторая перегонка решает совершенно другие вопросы. И методики проведения первой и второй перегонки абсолютно разные. Значит, первую перегонку мы с вами делаем, перегоняем брагу. Задача какая? Задача отсоединить все спиртосодержащие фракции от, из нашей браги. При этом сделать это надо максимально быстро, чтобы вся борда или трупы дрожжей не варились вместе с нашими спиртосодержащими фракциями долгое количество времени. И, соответственно, чтобы в спиртосодержащих фракциях вот этих трупов дрожжей не было. Или было как можно меньше. Соответственно, первая перегонка идет так называемым процессом прямо током. То есть, режим под стил. И на максимально возможной скорости. Вторая перегонка решает совершенно другую задачу. Вторая перегонка – это уже перегонка спиртосорца. То есть, это наши спиртосодержащие фракции. Задача второй перегонки – разделить эти спиртосодержащие фракции, ну, условно говоря так, съедобные от несъедобных. То есть, головы, где содержится в частности ацетон, и хвосты, где сивушные масла. Вот от них мы с вами хотим избавиться и получить спиртосодержащую фракцию чисто с этиловым спиртом. То есть, то, что нам нужно с вами для наших застолий. И эта задача решается совершенно по-другому. Здесь нам не нужна никакая скорость. Здесь важно перегонять не спеша с тем, чтобы разделить все спиртосодержащие фракции на головы, тело и хвосты. Это делается достаточно, ну, не спеша это делается. И вот колонна там работает на себя, есть такое выражение, и так далее. То есть, мы здесь не спешим. Мы стараемся сначала разъединить эти фракции по их температуре кипения. Сначала отобрать фракции, температуру кипения которых наиболее низко. Это будут головы. Но потом уже наше тело, то есть, этиловый спирт. И уже температура фракции, температура кипения которых будет самая высокая, это уже сивушные масла, которые, в общем-то, нам не нужны. Или хвосты самогона. Так вот, еще раз повторяю, подводя итог. Первая перегонка – это максимальная скорость. Вторая перегонка – это не спеша. Две задачи, которые мы делаем во время самогоноварения. Вот, решив эти задачи успешно, мы получим хороший самогон. За одну перегонку этого не сделать. Я надеюсь, я правильно и понятно всем объяснил. Так что, если у вас есть мысль, что я сейчас сделаю некую революцию в самогоноварении, сделаю самогон с одной перегонки, пока эта задача не решена. Поскольку методика самогоноварения совершенно иная. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий. Если вы делаете первые шаги в увлекательном мире домашнего самогоноварения, рекомендую приобрести мою книгу «Самогоноварение для чайников». Независимое издательство Мридера, эта книга была признана бестселлером 2020 года. Книга продается исключительно в печатном виде. Ссылочка на интернет-магазин в описании под данным видео. С вами был автор книги Самогон Саныч. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий.